В эфире Вести Утро Коварная Балкария, в студии Елена Кушхова. Здравствуйте и спасибо, что встречаете новый день с нами. С чего начинается ваше утро? С чашечки бодрящего кофе или ароматного чая? А вы не задумывались, что намного полезнее было бы выпить стаканчик молока новой деревни? Сегодня суббота, но мы в эфире. С чем это связано, спросите вы? Так вот, эта неделя для работающего населения страны оказалась чуть длиннее обычного из-за переноса праздничных дней. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, выходной субботы, то есть этого дня, переносится на понедельник, а уже завтра нас ждут трехдневные выходные. Это 29 и 30 марта плюс праздник труда 1 мая. Вернемся к событиям в республике. Лучший предприниматель. Ежегодный конкурс бизнесменов завершился. Напомню, он проводится на Чехской администрации в рамках программы поддержки предпринимательства. Стоит отметить, что на территории городского округа в настоящее время значится почти 4 тысячи средних и малых предприятий, а трудится в этой сфере около 12 тысяч бизнесменов. В этом году торжественная церемония отчествования лучших в этом деле пройдет в Вентур-отеле Синдика. Сегодня в 16.00. Воспитание толерантности и профилактика экстремизма накануне стали темой обсуждения круглого стола в Северокавказском институте повышения квалификации сотрудников МВД. В работе совещания участвовали полицейские и представители религиозных конфессий. Помимо воспитания толерантности подрастающему поколению можно прививать и интернационализм, уважение друг к другу, считает начальник отдела Миноборнауки Республики Татьяна Касьянова. И подчеркивает, что решать эту задачу надо совместными усилиями ведомств. Ее мнение поддерживают и другие участники круглого стола. Очень важно понимание того, что только присутствие в этом отношении между государствами, между людьми, любых человеческих, что называется, образованием, только присутствие этого принципа обеспечивает правильное и позитивное движение общества вперед. Эта проблема не только России, она есть во всем мире, отметила в своем выступлении Джульетта Берова, напомнив собравшимся о декларации принципов терпимости, утвержденной ЮНЕСКО еще в 95-м году прошлого века. Идею проведения подобных мероприятий и встреч с молодежью участники круглого стола поддержали единогласно. Много ли нужно для того, чтобы быть в форме и хорошем настроении? Достаточно начать день с зарядки ранним утром. Казалось бы, в нашей республике с этим проблем быть не должно. Все лохутр начинается с выгона домашней живности на пастбище, дойке коров и других дел по хозяйству. А вот городские жители, где они берут заряд сил, этим ранним утром пытался узнать Халид Шахмурзаев. Кто бегом, кто трусой, а кто просто шагом отодвигает от себя болезнь и усталость. Или нет. Все эти способы хороши, чтобы укрепить свое здоровье. А если к ним добавить еще несколько простых упражнений, будь то на турнике или простой скамейке, то и результат, соответственно, возрастет. В смысле благотворного влияния на общее состояние нашего организма. Каждое утро мы стараемся посещать наш бассейн. Идем к 7 часам, плаваем 45 минут. После этого идем на наш замечательный источник. Погода чудесная, настроение великолепное. Сотни горожан уже давно облюбовали аллеи и пешеходные дорожки зеленого массива парка. Благо не только коренным жителями. Берут пример с нальчан и многочисленные отдыхающие санаториев и домов отдыха. Прогулка в парке Нальчика очень замечательная. Свежий воздух, свежий горный воздух. Просто обогащает организм до такой степени, что душа готова петь и плясать. Сейчас 7 часов утра. Посмотрите, сколько людей в городском парке. И вы тоже можете побороть свою лень. И с утра сделать нехитрую зарядку на свежем воздухе. И тогда вы наберетесь бодрости на целый день. Я вас в этом уверяю. Халид Шахурзаев, Марат Татруков. Вести утро. Кабардино-Балкария. К этому часу у меня вся информация. Следующий выпуск ровно через полчаса. Оставайтесь на канале Россия. Вести утро. Кабардино-Балкария. В студии Елена Кушхова. Здравствуйте. Спасибо, что встречаете новый день с нами. С чего начинается ваше утро? С чашечки бодрящего кофе или ароматного чая? А вы не задумывали, что намного полезнее было бы выпить стаканчик молока новой деревни? Сегодня суббота, но мы в эфире. С чем это связано, спросите вы? Так вот, эта неделя для работающего населения страны оказалась чуть длиннее обычного из-за переноса праздничных дней. Согласно постановлению правительства Российской Федерации, выходной субботы, то есть этого дня, переносится на понедельник. А уже завтра нас ждут трехдневные выходные. Это 29 и 30 марта, плюс праздник труда 1 мая. Интеллектуальная правовая игра молодежи закон в третий раз прошла в Нальчике. Местом ее проведения в этом году стал экономико-правовой лицей. Шесть команды республиканских среднеспециальных учебных заведений боролись за звание эксперта в области юриспруденции. Но прежде четыре тура заковыристых о задании видео, вопросах от специалистов МВД и наркоконтроля, ручка знакомых только юристам аббревиатур, тесты на знание уголовного и административного кодексов и обсуждение невыдуманных сложных дел. Жюри, педагоги, правоведы, всех лицеев и колледжей, специалисты Минмолодежи, которые, к слову, и стали главными инициаторами проведения игры. Задачи проекта организаторы видят в своеобразном ликбезе среди молодежи в вопросах, связанных с правовым регулированием. Воспитание толерантности и профилактика экстремизма накануне стали темой обсуждения круглого стола в Северокавказском институте повышения квалификации сотрудников МВД. В работе совещания участвовали полицейские и представители религиозных конфессий. Помимо воспитания толерантности подрастающему поколению нужно прививать и интернационализм, уважение друг к другу, считает начальник отдела Миноборнауки Республики Татьяна Касьянова и подчеркивает, что решать эту задачу надо совместными усилиями ведомств. Ее мнение поддерживают и другие участники круглого стола. Очень важно понимание того, что только присутствие самоотношений между государствами, между людьми, любых человеческих образований, только в связи с этим принципом обеспечивает правильное и позитивное движение общества вперед. Эта проблема не только России, она есть во всем мире, отметила в своем выступлении Джульетта Берова, напомнив собравшимся о декларации принципов терпимости, утвержденной ЮНЕСКО еще в 95-м году прошлого века. Идею проведения подобных мероприятий и встреч с молодежью участники круглого стола поддержали единогласно. Много ли нужно для того, чтобы быть в форме и хорошем настроении? Достаточно начать день с зарядки ранним утром. Казалось бы, в нашей республике с этим проблем быть не должно. В селах утром начинается с выгонной домашней живности на пастбище, дойке коров и других дел по хозяйству. А вот городские жители, где они берут заряд сил, этим ранним утром пытался узнать Халид Шахмурзаев. Кто бегом, кто трусой, а кто просто шагом отодвигает от себя болезни и усталость. Или нет, все эти способы хороши, чтобы укрепить свое здоровье. А если к ним добавить еще несколько простых упражнений, будь то на турнике или простой скамейке, то и результат, соответственно, возрастет в смысле благотворного влияния на общее состояние нашего организма. Каждое утро мы стараемся посещать наш бассейн. Идем к 7 часам. Плаваем 45 минут. После этого идем на наш замечательный источник. Погода чудесная. Настроение великолепное. Сотни горожан уже давно облюбовали аллеи и пешеходные дорожки зеленого массива парка. Благо, не только коренным жителями. Берут пример с Нальчан и многочисленные отдыхающие санаториев и домов отдыха. Прогулка в парке Нальчика очень замечательная. Свежий воздух, свежий горный воздух. Просто обогащает организм до такой степени, что душа готова петь и плясать. Сейчас 7 часов утра. Посмотрите, сколько людей в городском парке. И вы тоже можете побороть свою лень. И с утра сделать нехитрую зарядку на свежем воздухе. И тогда вы наберетесь бодрости на целый день. Я вас в этом уверяю. Халит Шахмурзаев, Марат Татруков. Вести утро. Кабардино-Балкария. На этом я прощаюсь с вами и желаю удачного завершения рабочей недели и солнечных выходных. Кабардино-Балкария.